Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет из солнечной Хургады! Меня зовут Анастасия, я директор агентства недвижимости Акарлиан Стейт. Мы работаем с 2008 года. Сегодня я вам расскажу о важных факторах, которые формируют цену на квартиру в Хургаде. Первый и самый основной фактор – это, конечно же, вид на море. Вид на море в Хургаде ценится так же, как близость к метро в Москве. Поэтому обратите на это особое внимание. Вид на море бывает разным. Бывает панорамный прямой вид на море. Это когда вы выходите на балкон, и перед вами расстилается великолепная морская панорама. Бывает боковой вид на море, то есть вы выходите на балкон или смотрите из окна направо и лево, и там так же хорошо, качественно видно море. Бывает вид на море не совсем полный, то есть оно загорожено домами, которые стоят перед вашей квартирой, и где-то вдалеке виднеется голубая полосочка нашего прекрасного Красного моря. Это так же будет влиять на стоимость квартиры, пускай и несущественно. Если говорить о процентном соотношении на стоимость квартиры без вида на море и с видом на море на две аналогичные квартиры, то квартира с прямым панорамным видом на море будет стоить дороже на 30-40%. Выбирая квартиру с видом на море, обратите внимание на то, какая инфраструктура перед вашим окном. Желательно, чтобы она была полностью сформирована, потому как город у нас новый, развивающийся, и может быть такая ситуация, что вы покупаете квартиру с превосходным прямым видом на море, платите за это дополнительные деньги, а в дальнейшем этот вид будет закрыт новыми комплексами и домами. То есть обязательно обращайте на это внимание и спрашивайте ваше агентство о планируемой застройке перед вашим комплексом. Еще один важный фактор, влияющий на стоимость квартиры в Кургаде, это, конечно же, наличие бассейна. Но бассейн, бассейн рознь. К примеру, в комплексах класса Resort, таких как Тиба Resort, строящийся комплекс Тиба Вью, там бассейны большие. Я думаю, что вы можете представить, как выглядит этот бассейн, если вспомните, как выглядит бассейн в отелях Кургады. То есть это большой резервуар с водой, большая территория комплекса, где вы можете посидеть во дворе на шезлонге, также выпустить своего ребенка погулять, порезвиться в воде и сами искупаться в летние жаркие дни. А бывают бассейны маленькие, которые носят, я даже не знаю, какой функционал, то есть в них купаться зачастую не всегда возможно, потому как иногда управляющая компания недостаточно следит за чистотой бассейнов или использует средства для очищения воды, они также влияют на кожу, сушат ее, сушат волосы. Поэтому, выбирая квартиру в комплексе, где бассейн маленький, подумайте, стоит ли вам доплачивать дополнительные деньги за такого вида сервис, который предоставлен в доме. Поэтому, если вы ищете квартиру с бассейном, в комплексе с бассейном, обратите внимание на новые резорты. Это, конечно, очень привлекательное жилье, такое что-то между отелем и жилым комплексом. Опять же, обратите внимание, попадают ли солнечные лучи на территорию бассейна, потому как, если он находится в теневой части комплекса, то о зимнем купании вы можете забыть. Бассейн не подогревается, и вода будет очень холодной. Если же солнышко напрямую светит на воду, то она прогреется, и вы можете купаться как зимой, так и летом. Обратите на вот этот нюанс отдельное внимание. Также спрашивайте вашего агента, когда вы подбираете квартиру, попадает ли солнце на двор. Наличие лифта в доме, конечно же, влияет на стоимость квартиры, но я думаю, сегодня этот вопрос уже не столь актуален, потому как во всех новых домах наличие лифта предусмотрено. Если мы говорим о старом жилом фонде, к примеру, дома, которые расположены в Хадебе, то есть это первая часть застройки нашего города, все строительство началось именно отсюда. Тут, конечно же, есть дома без лифта, и в таком случае, если вам лифт не нужен, вы даже можете сэкономить на покупной стоимости квартиры, потому как дома у нас здесь невысокие, максимум 5 этажей, поэтому если вы в состоянии подняться на пятый этаж или ниже, то есть смотря где вы берете квартиру и вам лифт не нужен, то в таком случае покупная стоимость вашего жилья будет намного ниже аналогичных вариантов с лифтом, и вы можете существенно сэкономить. Мебелировка в квартире также играет существенную роль при формировании ее продажной стоимости, но не вся. Если мы говорим о поддержанной мебели, о квартире, в которой много лет проживали или которую много лет арендовали, то тут мебель скорее идет приятным бонусом покупателю, и хозяин собственной квартиры, он не будет делать большую наценку на такого плана мебелировку. Если мы говорим о современном оснащении, особенно это относится к кухне, где стоит встроенная техника, где стоит дорогая, качественная кухня, то тут вам придется и ее стоимость оплатить, если, конечно, вам эта квартира понравится, и практически эта стоимость будет соответствовать покупной стоимости новой кухни. Единственное, что вы не будете платить за установку, вы не будете тратить свое время на ожидание, и заедете, в общем-то, в укомплектованную квартиру, ближайший доступный пляж. Потому как наш город сформирован таким образом, что береговая линия практически везде занята отелями, и не все отели пускают на свою территорию. Поэтому узнавайте у своего агента, где ближайший доступный пляж от вашей квартиры, и этот фактор влияет, конечно же, на продажную стоимость, если всего лишь в 3-5 минутах пешком от дома находится доступный пляж, а еще лучше, если он бесплатный. Еще один немаловажный фактор, влияющий на продажную стоимость квартиры, ее арендный потенциал. То есть, если ваша квартира, которую вы собираетесь приобрести, расположена в хорошо развитом районе, имеет вид на море, рядом пляжи, в ней прекрасная мебель, и вы ее сможете в дальнейшем выгодно и, главное, регулярно сдавать, то, конечно, стоимость такой квартиры будет намного выше аналогичных, может быть, по метражу вариантов, но которые находятся в отдаленных районах, или требуется автомобиль для того, чтобы добраться до берега. Вот. В принципе, все. Это основные факторы, которые влияют на продажную стоимость квартиры, которые могут эту стоимость квартиры существенно повысить. Вы для себя определитесь, что для вас важно, что для вас менее важно, и таким образом уже ориентируйтесь при выборе жилья. Ждем вас в Хургаде. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь обязательно на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей с рынка недвижимости в Хургаде. Пишите ваши комментарии, пишите по контактам, с удовольствием пообщаемся, и отвечу на все ваши вопросы. Всем пока-пока!